Друзья, приветствую! Алексей из Московской области прислал посылку с образцами масла Роснефть Magnum Racing 540, полнозольное масло SN A3B4. Так, две баночки, к сожалению, описания в коробке не было. Описание Алексей прислал в WhatsApp. Так, вот баночки, они плотно запечатаны, поэтому сейчас распечатаю, подпишу и можно создавать эталон. Естественно, эталон у меня нет, такое масло впервые я проверяю. Давайте посмотрим, что намеряет прибор. Так, вот такая спектрограмма, видно большой такой пик эстеровый. Сейчас посмотрим. Да, 0.35-0.36. Примерно это соответствует Mobil 1 в районе 6% эстеров здесь. Далее выбираю это масло. Сейчас посмотрим, что намеряет прибор по показателям. Так, противоизносных присадок 43% у Mobil в районе 70, здесь как-то пожиже по противоизноске. Ну, понятно, кислотное завышенное из-за эстеров, щелочное занижено, поэтому я так уже корректировал по данным производителя, по лабораторным анализам. Так, значит, здесь я выставил, щелочное выставил 10, хотя производитель заявляет 10,9. Ну, разница ГОСТов. Вот, и подкорректировал, естественно, на 2.6 кислотное. Все, сохранил. Можно проверять отработку. Это у нас, смотрите, какой интересный автомобиль. Tiguan 2018 года, Volkswagen. 2 литра TSI. 400 относился. Stage 3 Plus. 106 общий пробег. Ну, вот видите, 5,8 объем картера и 3 литра Долита. Так, противоизносных присадок 78%, отличный результат. Гликоля 9,10. Ну, здесь, значит, сотый бензин, да плюс еще смесь водометанола. Вот она тоже дает вот такие подскоки сильные по гликолю. Так, нитрование, окисление нормально. Сажа шикарно. Посмотрите, одна сотая всего. Вообще прекрасно. Кислотное 3,34. То есть изменение у нас на 0,74 за 200 мот. часов отличный показатель. Видно, что это ПАО, сопротивляется окислению. И 6,8, значит, щелочное. Ну, все прекрасно. На 100 ppm, на одну сотую воды больше, чем свежим. Сейчас покажу вам, что стало с отработкой. В принципе, по идее, здесь больше города. Должно быть разжижение, но мы видим особенности настройки. Масло на 10 процентов загущено из 100. Значит, это забедненная слегка смесь или не хватает топлива. Ну, скорее всего, настройщик специально ее забеднил, чтобы больше мощности получить. Отдача на чуть забедненной смеси, насколько я знаю, повыше. Но и риски возрастают серьезно. Да, не забывайте отметить видео, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить уведомления. И давайте прогноз и потом продолжим. Так, значит, смотрите, мой еще нейтрализующие свойства 11600 километров, 360 моточасов. По нейтрованию все прекрасно. Смотрите, как раз попадает диапазон от 400 до 500 моточасов, 300, ой, 437 моточасов и почти 14 тысяч километров. Ну и с вязкостью, понятно, да? Вязкость 10 процентов всего изменилась. Но, тем не менее, здесь загущение. Так, на чем я там остановился? Да, по загущению. Именно вот настройка чуть-чуть забедненная смесь. Естественно, топливо, как, наверное, все знаете, это не только дает энергию для горения, но и охлаждает камеру сгорания. Между вспышками, впрыскиваясь в камеру, топливо призвано охлаждать камеру сгорания. Так вот, если смесь забеднена, топлива не такое количество, охлаждение хуже, естественно, камера сгорания имеет чуть повышенную температуру и происходит загущение. Выпариваются легкие фракции из нефти и вот происходит загущение. Значит, по мощностным характеристикам это, конечно, плюс, но особенно в турбомоторе и таком надутом это риск. То есть, где-то какая-то форсунка выйдет из строя или там запачкается, загрязнится и можно банально, буквально даже расплавить поршень. Такие случаи бывают. Не знаю, бывает ли накованной поршневой, но с обычной сто процентов бывают. И, конечно, смесь водометанола, она тоже призвана бороться с детонацией, то же самое охлаждение. Ну, вот мы видим по маслу, что все-таки есть небольшой, но перегрев. Ну, вот такой получился тест. Благодарю Алексея за предоставленные образцы. Как показало себя масло, на мой взгляд, неплохо. 360 моточасов в таком нагруженном режиме, температурно нагруженном. Помимо того, что такая мощность дает дополнительную термическую нагрузку, тут мы еще видим, что забедненная смесь. Все это очень влияет на, естественно, на масло. Вот, в таких тяжелых условиях масло продержалось, ну, способно, скажем, продержаться 360 часов. На мой взгляд, очень достойный результат. Еще раз благодарю Алексея за предоставленные образцы, за поддержку канала. Все, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.